Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Собственно, вопрос про то, что человек не может при ком-то убираться. Человек пишет следующее. Даже если меня поплюсят, я не буду при ком-то убираться. Когда кто-то находится дома, какой-то блок на уборку. Когда все уходят из дома, я могу спокойно убираться везде, хоть полдня убираться в каждом углу. Бывают единичные случаи, когда вынуждено приходится где-то убираться. Когда дома кто-то и домочадцы привыкли, что я не убираюсь при них. И когда видят то, что я это делаю, либо похвалят и скажут, какая молодец. Либо в шутку скажут, ого, таблетку уборки выпила. И оба варианта меня дико раздражают, что на меня обращают внимание, когда я убирался. Даже если просто кто-то в комнату зайдет, ничего не скажет, но будет в комнате в тот момент, когда я убираюсь. Появляется желание все преградить и уйти. Почему так может происходить? Такой вопрос у нас. Ну, смотрите. Вообще, на мой взгляд, имеет смысл начать с наполнения вашего текста. То есть, что в вашем тексте есть? Есть про уборку. Есть про отношения других людей к тому, что вы убираетесь. И нету в вашем тексте, про ваше отношение к уборке. Про значение для вас уборки. Этого нет. В тексте. И, собственно говоря, с этого мне хотелось бы начать. Что для вас такое уборка? Что для вас это значит? Какое значение оно для вас имеет? Судя по всему, в уборке вы переживаете некое такое я бы сказал интимное чувство. То есть, уборка это эта история про то, что я уязвима в этот момент. Когда убираюсь, я открываюсь. В этот момент я не защищена. судя по тому, что мы можем видеть. У вас, конечно, присутствуют элементы оценки. То есть, ну, вам тяжело получается. воспринимать оценку. Оценку того, что вы делаете. То есть, когда вы убираетесь, то банально, болезненно в этот момент реагируете на оценку себя. То есть, вас как бы оценивают. Вам как бы говорят. Ну, вот. Посмотри, как ты это делаешь. страх оценки. от этого вам больно. То есть, это страх оценки. Болезненное восприятие оценки. И что хочется сказать. ну, 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 здесь. Хочется сказать, что на мой взгляд, вот, то, что вы описываете, является таким, знаете, как бы, ну, проявлением стеснением. Я бы так это назвал. То есть, так проявляется то, что вы стыдитесь. Так проявляется то, что вам становится не по себе, а, когда вас оценивают. Вот. То есть, боль. приходит боль. От оценки того, что вы делаете. Того, как вы это делаете. Это вот именно история про болезненность. К сожалению, мы можем, сейчас мы можем это констатировать, как такой некоторый факт. Соответственно, что здесь можно сделать? В первую очередь, рассмотреть ценность, значение для вас уборки. Это первое, что нужно сделать. Второе, что нужно сделать, это посмотреть, где вы получается обесцениваете себя. Потому что раздражение это про нарушение личных границ. да? Ну, то есть, вам вот как-то кажется, что ваши личные границы нарушаются. Вам как-то видится, что ваше личное пространство вторгаются и от этого вам больно. То есть, вот этот момент, момент вторжения ваше личное пространство вам довольно тяжело дает получать, по крайней мере. А вот этот аспект, этот аспект, его и нужно как мне кажется, ну, исследовать, скажем так. Да? Вот. такой момент. Такой момент. Такой момент. Как мне видится. Конечно же. Вот. Примерно такая история. Почему это может происходить? Это может происходить из неуверенности, это может происходить из стеснения, это может происходить из стыда, это может происходить из такого какого-то ощущения, да, что, ну, что вы делаете, например, что-то не то, что-то не то, да. Что вы делаете что-то не то, что вы делаете что-то не так и так далее, то есть отсюда это может быть, конечно, то есть понятно, что вариантов может быть много, вариантов, но вот это один из самых таких, я бы сказал, вероятных. Вот. Такой примерно. Ответ я бы дал. И вопрос ключевой здесь не в том, как мне кажется и видится, а вопрос, вопрос не в том, почему. Так. Ну, происходит. Важнее, наверное, немножко другое. Важнее то, что вы с этим собираетесь сделать. Вот. То есть собираетесь ли вы, к примеру, это менять? Собираетесь ли вы, к примеру, ну, хотите ли вы это менять, скажем так? Вот. Потому что, если вы менять это не хотите, да, то, как бы, вероятно, всё останется так, как есть сейчас. А если же вы хотите это изменить, если вам не нравится это, то, само собой это, ну, это можно исправить. Вот. То есть это можно подкорректировать. Это не такая сложная задача. Главное, чтобы у вас было желание этим заниматься. Понимаете, да? Вот, в принципе, то, что я бы хотел вам сказать. Сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения своего опыта, который у меня есть, я буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Спасибо. 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 Спасибо.